Всем здравствуйте! Это международный выпуск новостей в студии Инессы Буланкова. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о событиях пятницы. Коротко о главном. Религиозные лидеры смогут поддерживать политиков и политические организации. Дональд Трамп защитит свободу слова всех американцев. Самого известного белоруса сравнили с легендарным реформатором Мартином Лютером. История чудесного усыновления. Пожарный, принявший роды, стал отцом новорожденного ребенка. Религиозные лидеры смогут поддерживать политиков и политические организации. Президент США Дональд Трамп пообещал отменить соответствующую так называемую поправку Джонсона, принятую в 1954 году. Я избавлюсь от нее и позволю нашим представителям веры говорить свободно и без страха возмездия, сказал Трамп. Поправка имеет статус закона, поэтому для ее отмены потребуется согласие Конгресса. Сегодня религиозные и благотворительные организации в США не платят налогов. Поправка определяет, что эти организации рискуют лишиться некоммерческого статуса и могут начать платить налоги, если религиозный лидер или руководитель некоммерческой организации выразит поддержку тому или иному политику или начнет финансировать политическую компанию. Их лишили голоса, утверждает Трамп. Я буду бороться за то, чтобы убрать эти формулировки и защитить свободу слова всех американцев. Накануне издание Nation также опубликовало проект указа Трампа, которым предполагается расширить права религиозных организаций. В частности, документ предписывает федеральным ведомствам защищать некоммерческий статус тех организаций, которые верят, говорят, действуют или отказываются действовать в соответствии с убеждением о том, что брак является или должен признаваться как союз одного мужчины и одной женщины, а также, что пол человека является неизменным и определен анатомией психологии или генетиков в момент или до рождения, а также, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия и заслуживает защиты на всех этапах жизни. Авторитетный британский журнал Economist сравнил белорусского просветителя и первопечатника Франциска Скорину с инициатором реформации и переводчиком Библии на немецкий язык Мартином Лютером. В статье отмечается, что в этом году исполняется 500 лет выхода 95 тезисов о силе и действенности индульгенции Мартина Лютера, к чему приурочены многочисленные церковные и светские мероприятия. Но 1517 год стоит вспомнить и по другим причинам. Именно в это время Франциск Скорина издал книгу псалмов на родном белорусском языке. Он был одним из первых, кто использовал кириллицу. Однако за пределами Беларуси, где в его честь названы памятники, улицы и здания университетов, Скорина остается одним из забытых талантов эпохи. Британское издание рассказывает, что просветитель был, вероятно, воспитан как католик, но посвятил свою жизнь изучению восточного православия. Скорина был первым, кто перевел Библию на восточнославянский народный язык и был одним из первых гуманистов эпохи Возрождения, который возложил на себя такую задачу после того, как попытки тех, кто пытался это сделать в Средневековье, были безжалостно вподавлены. В этом смысле работа Скорины с Библией предшествовала Лютеру на несколько лет. ЮНЕСКО организовала ряд мероприятий в деле исследования влияния Франциска Скорины на белорусскую литературу, печать и массовую культуру. Все это поможет сделать достижения легендарного белоруса более известными на международном уровне. По мнению авторов «Экономист», Скорина должен стоять в одном ряду с Лютером как одна из величайших фигур европейской культуры. Западные СМИ рассказывают удивительную историю, как новорожденная малышка менее чем за час стала сиротой и любимой дочерью. Это произошло еще в 2011 году, однако широкую огласку получила только сейчас. А началось все с экстренного вызова, на который выехала пожарная бригада Марка Хаддена из американского штата Южная Каролина. У них не было времени везти роженицу в больницу, поэтому пожарному, у которого к моменту уже было двое детей, пришлось принять роды самостоятельно. Новорожденную девочку назвали Грейс. Странно, но через несколько часов Хаддену сообщили, что мать отказалась от дочери. Тогда спасатель принял важное решение удочерить девочку. Жена Марка Хаддена поддержала своего супруга и с восторгом восприняла новость, так как до этого у пары были только сыновья. Сегодня родители не воспринимают Грейс как приемную дочь. Девочка стала неотъемлемой частью семьи. Ну а Марк благодарит Бога за такое чудо в его жизни. В США учитель придумал для каждого ученика индивидуальное приветствие. В одной из школ Северной Каролины предприимчивый учитель английского нашел особый подход к своим подопечным. Барри Уайт придумал для каждого ученика персональное приветствие. Теперь, чтобы поздороваться с любимым учителем, пятиклашки перед началом занятий выстраиваются в очередь. При этом, судя по видео, мужчина ни разу не сбивается и не путает движения. По словам коллег Уайта, такие сложные индивидуальные рукопожатия не только сблизили ребят с преподавателем, но и заметно улучшили их успеваемость. Помимо этого, в игру втянулись не только ученики Уайта, но и дети из параллельных классов. Продолжит выпуск новостей моя коллега и впереди у нас новости христианского мира. Спасибо, Инесса, а у нас следующие новости. В Норвегии в среду 1 февраля впервые обвенчалась однополая пара. Церемония состоялась в полночь, как только в силу вступила специальная литургия, которую на днях приняла Норвежская лютеранская евангелическая церковь, сообщает Седмица. Венчание состоялось в церкви, расположенной в коммуне Эйцгук. Церемонию вела пастор Беттина Эгба. Быть частью этого было очень забавно и по-настоящему уютно, рассказала священнослужитель. Так называемые новобрачные прожили вместе 36 лет, что больше возраста венчавшего их пастора. По словам священнослужителя, молодожены пережили большую часть истории изменения отношения гомосексуалистов в Норвегии. В понедельник, 30 января, церковный синод проголосовал за принятие новой литургии, позволяющей однополым парам вступать в брак в церкви. Русская православная церковь направит 39 миллионов рублей на создание кризисных центров для мам. Синодальный отдел по благотворительности начал прием заявок на второй этап конкурса по созданию церковных центров гуманитарной помощи, передает Седмица. Для того, чтобы избежать аборта, женщине зачастую нужно совсем немного. Слова поддержки, материальная и психологическая помощь. И по своему опыту, и по опыту многих социальных работников и кризисных психологов я знаю, что во многих случаях женщина отказывается от аборта, когда ей предлагают простую материальную помощь. Кроватку, коляску, необходимые вещи, одежду для младенца. Именно для организации такой поддержки по всей стране мы и организовали наш конкурс, сказала руководитель направления по защите семьи, материнства и детства Синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина. Выделяемые по конкурсу средства предназначены для обеспечения стартовых расходов проекта. Они направляются на закупку оборудования для Центра гуманитарной помощи, зарплату одного сотрудника в течение полугода и закупку продуктовых и гигиенических наборов. По сообщению Интерфакс, 84-летний католикос-патриарх Сия Грузии Илья II отправился в Германию на лечение. Такое решение было принято после обследования, которое выявило обострение болезни патриарха, сообщил врач Ильи II Цесана Шартова. По словам доктора, сейчас Илья II чувствует себя хорошо и пока неизвестно, будет ли необходимо хирургическое вмешательство. Как сообщалось в начале января, на фоне гриппа, который спровоцировал воспаление в желчном пузыре патриарха и могла возникнуть необходимость операции. Грузинские врачи предлагали еще тогда перевести Илью II на лечение в Германию, но он не согласился. Три храма создадут в новом петербургском СИЗО «Кресты-2», которое планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время, передает Интерфакс. Один из храмов будет отдельно стоящим и предназначенным для осужденных из числа хозобслуги и сотрудников учреждения. Два других будут располагаться в режимных корпусах для подследственных. Глава Эперхиального отдела по тюремному служению протерей Олег Скомарох на заседании коллеги регионального УФСИН, которое состоялось на днях, передал в дар для этой новой, самой большой в Европе городской тюрьмы, икону с изображением чудесного освобождения апостола Петра ангелом из темницы. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndfistv.com А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»